Девушки отдыхают Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка». Этот второй год посвящен женщинам-миссионеркам. Мы не приходим ко Христу так просто сами, без всякого влияния со стороны, без примера тех, кто уже знаком с ним лично. На моем пути поисков истины я встретила немало откровенных и безмолвных вестников Благой Вести. Одни люди любят много говорить о своей вере, другие просто живут так, что вы знаете, что они верующие. Некоторые, которых мне привелось встретить на моем жизненном пути до моего обращения ко Христу, вообще ничего не говорили, а жили. И я видела по их жизни, что они христиане. Я уже сказала вам, что моя мама была в числе таких людей, она не так много говорила, как делала, и это было для нас примером истинного практического христианства. Я также сказала вам, что после 20 с лишним лет духовного голода, мама нашла в Германии общение с верующими. И в числе посещавших собрание в ее доме была одна замечательная старушка. Ее звали Луиза Магин, но мы называли ее просто фрау Магин. Она сыграла немалую роль в моем решении принять Христа. Сделала она это своим примером святой доброты и безмолвного свидетельства о ее спасителе. Я знаю, что в числе моих слушательниц есть женщины, которые не могут ходить и всем говорить о Христе. Может быть, даже и потому, что не имеют на это права. Причины могут быть разными. Пусть эта женщина, которая послужила мне примером святой доброты, послужит вам примером, и вы увидите, что можно безмолвно свидетельствовать людям о вашем спасителе. Я впервые встретила ее в доме парализованной женщины, за которой я ухаживала зимой первого послевоенного года в Германии. Ее лицо излучало естественную, а не наигранную или умышленно учтивую доброту? Голубые глаза светились чистым детским светом. Почти совсем беззубый рот улыбался застенчиво и тихо. На скулах играл румянец. На ней было черное длинное платье, старомодные высокие с кнопками ботинки, а на голове маленькая черная шляпка с птичкой. Иногда шляпка бывала соломенная. Мне показалось, что если бы птичка на шляпке была живою, она не нашла бы себе более подходящего места для гнезда, чем голова этой доброй женщины. Она была христианкой из местной лютеранской церкви, которой принадлежала и больная. Старушка регулярно посещала больных. Для меня, недавно приехавшей из советской России, христиане были мало знакомой разновидностью людей, и я, как зачарованная, смотрела на этих двух женщин и внимательно прислушивалась к их разговору. Сама я еще не знала Господа. Старушка говорила с обреченной на медленное умирание женщиной, как со здоровой. Она не спрашивала ее о болезни, не пыталась проникнуть в тайны божественного проведения, как это делали друзья многострадального Иева, а просто говорила о жизни, о церкви, о текущих событиях. Больная заметно оживлялась, забывала на время свою болезнь, свою безнадежность и сама начинала говорить, вспоминая что-нибудь из прошлого. Когда больная говорила, старушка слушала внимательно, с участием, не перебивая. О, как она умела слушать! Она не принадлежала к числу тех людей, которые, когда вы начнете им рассказывать о своей одной операции, перебив на полусловие, начнут захлебываясь рассказывать о своих двух, и вы, судорожно позевываясь закрытым ртом, ничего не слыша, готовы бежать, куда глаза глядят. После ее посещения больная еще долго оставалась в хорошем настроении, и, взяв церковный песенник, тихонько пела гимны, знакомые ей с детства. Между прочим, эта больная была парализована, можно сказать, в молодости, ей было всего 33 года, когда ее парализовала из-за серьезного артрита, и в 45 лет ее уже не было в живых. Эта женщина любила Господа, и я часто слыхала ее пение. Летом этого же года я вышла замуж, и по настоянию мужа оставила свою работу в доме больной, и некоторое время не видела добрую старушку. Но раз в неделю в доме моей мамы собирались верующие для чтения и разбора Библии, а я не посещала этих бесед. Когда же мои родители собрались уезжать в Америку, мама оставила на мое попечение этот свой кружок. Беседы, на которые я не хотела ходить, сами пришли ко мне. Разъяснения проповедника были для меня китайской грамотой, а во время общей молитвы в конце бесед я готова была провалиться сквозь землю от одной только застенчивости. На эти беседы приходила и добрая старушка, фрау Магин, и я заметила, что она никогда не молилась вслух. Ее уговаривали, убеждали, но, как видно, природная застенчивость мешала ей молиться при людях. Когда мой первый ребенок, родившись прежде времени, умер, и я сильно ослабела телом и духом, старушка пришла ко мне с бутылкой козьего молока. У нее была коза. Она заботилась о ней, и они как будто бы понимали друг друга. Все, что коза давала старушке, старушка отдавала другим. Кто-то сказал мне, что у козьего молока специфический вкус и запах, и это засело у меня в голове, и предубеждение мешало мне пить это молоко с аппетитом и удовольствием. И я не пила его, а принимала, как в детстве рыбий жир, заткнув нос и закрыв глаза. Мне хотелось отказаться от него, но каждое утро, глядя в добрые глаза старушки, я снова брала из ее рук бутылку теплого только что из вымени молока и принимала его до тех пор, пока старушка заметила, что прежний цвет лица возвратился ко мне и решила отдавать молоко кому-то другому, кто нуждался в нем больше меня. Дом старушки стоял на большом, поросшем фруктовыми деревьями участке. Сад этот был запущен, деревья давно не очищались от старых веток, трава росла по колено и выше, полевые и домашние цветы росли в беспорядке пучками повсюду. Веток на деревьях было по крайней мере три поколения. Тут были и почерневшие, высохшие, зажившиеся старики, и молодые плодоносные семейные ветки, и только что проросшие побеги дети. Все это буйно сосуществовало и приносило хотя и необильный, но достаточный плод старушки. Раз в месяц старушка просила моего мужа скосить траву в саду. Он это делал не так, как на городских газонах, а так, как это делалось в Синокос, в его родном селе. Он широко размахивал косою, и душистая трава ложилась ровными рядами в сторону. Он не любил, чтобы мы за ним наблюдали, и движением руки предлагал нам удалиться, и мы уходили в дом, где, вопреки немецкой традиции, царил художественный беспорядок. Вещи лежали и стояли не там, где это было бы красиво, а там, где было удобно. Над печкой висели гирлянды грибов, лука и чеснока, на припечке, на листах сушились нарезанные яблоки и груши, в кресле-качалке спал кот, казавшийся таким же стареньким и добрым, как старушка. Из этой комнаты не хотелось уходить, такой она была уютной и обжитой. Старушка была бедной вдовой и почти не имела родственников. Она решила продать свое имение еще при жизни, и так как добро порождает добро, нашлись хорошие люди, которые купили ее участок, предоставив ей возможность дожить век в ее уютном домике, а сами построили себе дом в дальнем конце участка с выходом на другую улицу. До тех пор, пока силы совсем не оставили старушку, она разъезжала на старом велосипеде, посещая больных, раздавая молоко и сушеные фрукты. Кроме этого, по вечерам она сидела и выписывала места из писания на открытках и посылала знакомым и родственникам. Это было ее безмолвное служение. Господь послал ей тихую смерть. Она уснула и больше не проснулась на земле, на которой была только странницей и слугою ближнему. Так и ушла, никогда не поборов своей застенчивости и не научившись молиться публично. Улыбчивая и бесконечно добрая, она навсегда осталась в моей памяти, примером истинного живого христианства. Святая доброта! Как много ты выше и благороднее святых и хороших слов! Бог есть любовь, о какое счастье! Бог есть любовь, он нас возлюбил! Пусть всякий радостно поет и славит, его дославит, Бог есть любовь. Бог есть любовь, он прислал нам сына, Бог есть любовь, он избавил нас. Пусть всякий радостно поет и славит, его дославит, Бог есть любовь. Пусть всякий радостно поет и славит, его дославит, Бог есть любовь. Бог есть любовь, мой искупитель меня избавил, мой искупитель меня простил. Тебя я буду вечно петь и славить, я буду славить твою любовь. Помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что из моей памяти Ты вывел этот образ Луизы Магин. Господи, на этой земле не все мы становимся знаменитыми своими делами, но Ты все видишь, и Ты видел служение этой женщины, и этот пример, который она подавала окружающим мне людям. Святая доброта, я благодарю Тебя за этот дивный пример, да послужит он примером тем, кто слушает меня сегодня, примером подражания истинного практичного христианства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok